Доброго летнего утра вам, друзья! С вами снова команда 200 и я, Кира Щербакова. Конец учебного года. Пушкин, которого вы не знаете. И детство по старинке. Для вас в нашем сегодняшнем выпуске. Мы начинаем! Сегодня 6 июня. День рождения Александра Пушкина, великого русского поэта и писателя. Его имя известно каждому школьнику. А вот каким он был в жизни, известно немногим. В сюжете Варвары Рыбиной то, чего не рассказывают о Пушкине на уроках. День литературы. Солнце русской поэзии. Так представляют нам Александра Сергеевича Пушкина школьные учебники. Но крайне мало в них о том, каким же человеком был великий поэт. А ведь это самое интересное. Младенчество Александр Пушкин был очень тучным и малоподвижным ребенком. Его строгая мама постоянно выводила мальчика гулять и даже заставляла бегать. Уже к 7 годам маленький Саша стал очень резвым и подвижным. Наверное, именно из тех лет он сохранил привычку много двигаться, вести здоровый образ жизни, мода на который пришла много позже. Современники считали Пушкина малопривлекательным. У него был смуглый цвет кожи, ведь его прадед был родом из Эфиопии. Еще у поэта был длинный нос, да и ростом он был невысок. Всего 166 сантиметров. Но Пушкин имел прекрасную осанку и умел правильно одеваться, что позволяло этой особенности не бросаться в глаза. А природное овояние и острый ум поэта заставляли всех забыть о внешних недостатках. Учился Александр Пушкин не слишком хорошо. По успеваемости он был четвертым с конца в своем выпуске. Преуспел он только в фехтовании, русском и французском языках. К языкам у него были явные способности. Уже в возрасте Александр Сергеевич свободно изъяснялся на греческом, немецком, испанском, итальянском и латинском языках. Что же до лицея, то именно здесь Пушкин впервые проявил свой поэтический дар. И тут же был замечен известным поэтом того времени Гавриилом Державиным. Слышите, господа! Оэ! Характер у Александра Пушкина был сложный. Современники о нем отзывались как о вспыльчивом, легкомысленном, остром на язык. Но при этом отмечали, что он был веселым, добрым и очень благодарным человеком. А еще он очень ценил юмор. Считал, что уметь смеяться очень важно. Главным во всем он считал веселую легкость. Пушкин был достаточно расточителен. И настали времена, когда он решительно обеднел. Однако после того, как он стал известным поэтом, его дела пошли на поправку. И когда Пушкин был в Симбирске, даже пожертвовал 25 рублей на памятник Николаю Михайловичу Карамзину. В переводе на современные деньги это около 2500 рублей. Кстати, наш город поэту очень понравился. Здесь он задержался особенно долго в своем путешествии по местам Пугачевского восстания. Пушкин рисовал Симбирск. Есть рисунок Симбирска. Один из немногих пейзажных, чисто рисунков нашего Александра Сергеевича. Сегодня имя Александра Пушкина известно всему миру. Памятники поэта есть более чем в 200 странах. Его имя носят улицы, театры, станции метро. Один из астероидов получил название «2208 Пушкин», а на Меркурии есть кратер «Теска поэта». И это еще не все посвящения, сделанные благодарными потомками Александру Сергеевичу. Впрочем, ироничный Пушкин наверняка бы посмеялся над таким поклонением в свой адрес. Ведь главным во всем он считал веселую легкость. И слишком серьезное отношение к своей фигуре наверняка стало бы для него поводом для очередной эпиграммы, пусть даже и на самого себя. Странное дело. Учиться мы с вами закончили еще в апреле, а последние звонки в ульяновских школах развенели только недавно. Почему так? Да потому что во всех городах и странах последние звонки проводятся по-разному. Об этом нам расскажет Илья Куварин. Этот учебный год запомнится нам как самый необычный. И главное его достоинство, конечно, в том, что летние каникулы начались на месяц раньше. Впрочем, так повезло только ульяновским школьникам. Неделю назад я закончила первый класс. Правда, заканчивать его пришлось по зуму. Сначала все шумели, но мне не понравилось. Но потом я привыкла, и все стало хорошо. Я очень скучала по своим друзьям. Учеба без школы, уроки без учителей. Оказывается, для некоторых ребят это вполне привычная картина. В этом году я закончила четвертый класс, но у меня не было выпускного и последнего звонка из-за карантина. А в остальном все шло как обычно, потому что я и так учусь на домашнем обучении. Впрочем, в отличие от российских школьников, у ребят из других стран учебный год все еще продолжается. Только сегодня у меня начался класс в онлайн-режиме. Мы заканчиваем школу до конца июня. У нас не будет школы до декабря. Ужас! Я еще скучаю по учителю сейчас. Все могут скучать по учителю. И учебный год заканчивается 18-го июня. В некоторых странах ученикам все же удалось продолжить учебный год как обычно. Правда, возвращаться к привычному режиму приходится постепенно. Сейчас мы ходим в школу два раза в неделю. Все остальные дни у нас продолжается онлайн-школа. А через неделю мы вернемся к нашему обычному расписанию. Будем ходить в школу каждый день. Одним словом, ульяновским школьникам повезло больше, чем кому-либо. Наши каникулы продолжают уже второй месяц. Теперь главное, чтобы очередной учебный год начался вовремя. Ведь независимо от городов и стран, все наши репортеры сходятся в одно. Не так страшно отсутствие школы, как разлука со школьными друзьями. Специально для детских вестей Илья Куварин. Первого июня был День защиты детей. Впервые его отпраздновали 70 лет назад. Взрослые говорят, что в прежние времена жизнь детей отличалась и была другой. Что значит другой? И чем детство наших прадедушек и прабабушек отличалось от нашего, смотрите в следующем сюжете. Каждый день одно и то же. Убери планшет, отложи телефон. Вам тоже родители говорят, что в их детстве совсем не было гаджетов. И они не скучали. Как же интересно они отдыхали. Свободное время я проводил на улице. В детстве в моем, конечно же, улица была на первом месте. В то время как-то хотелось больше бегать на улице. Это сейчас как-то все больше в смартфонах торчат. Ну хорошо, а что делать на улице? Правильно, играть. Так спрашивается, какая разница, где играть? Во дворе или в смартфоне? В «Казаки-разбойники» или в «Майнкрафт?» Чем дворовые игры отличаются от планшетов? В игре надо немножко думать, размышлять, принимать решения. Ответственные решения, рисковать. Там все есть вот эти вещи. Оказывается, игры – это не только развлечение. Например, в прятках тренируется смекалка, внимание и выносливость. В догонялках – ловкость и умение бегать. В пожиморках – координация движений и умение ориентироваться в пространстве. И это еще самые простые примеры. Любая игра тренирует и учит человека. Там и характер формируется во время игры, и чувство ответственности формируется, умение терпеть боль, чувство коллективизма, масса прекрасных вещей. У наших прапрадедушек и прапрабабушек детство было совсем другое. Уже с малолетства им приходилось помогать родителям. Мальчишки работали в поле, девчонки хлопотали по дому, готовили и заботились о малышах. Ушим-то, наверное, играть было некогда. Очень часто рассказывают о том, что детство было, с одной стороны, тяжелое, а с другой стороны, очень веселое. Очень много работали, даже дети уже работали. Говорили, что все равно время оставалось для игр. Во все времена, играя друг с другом, дети учились тому, что потом пригодится во взрослой жизни. И для этого им не надо было дорогостоящих гаджетов или специальных приспособлений. Игры придумали буквально на ходу. Правила очень просты. Это блинчики, это пончики. Каждый говорит свое, и постепенно мы ускоряемся. Блинчики, пончики, пончики, блинчики, пончики, блинчики, пончики, блинчики, пончики. Аня прииграла. Пожалуй, и правда стоит отложить планшет. Его поиграть я всегда успею. Иду-ка я лучше на улице прогуляюсь. Наконец-то наступило лето Пусть в этом году началось оно не совсем обычно Но мы уверены, что скоро мы встретимся во дворах И проведем наши каникулы весело и ярко Как в этой песне группы Соловушка Смотрим! Целый год мы лето ждали с тобой Чтобы спеть под луной Это наше лето, лето, все теплом согрето-грето Танцевать мы будем с тобой Лето это солнце и пляж По волнам несет нас кураж Одеваем сланцы с тобой И хотим услышать прибой Лето, лето и солнца луч Лето, лето быстрее туч Мчимся мы к облакам И поем по утрам Летом даже звезды улыбаются Нам с тобой свысока Летом все мечты сбываются Лето шальная пора Дни быстрее летом летят И хотим вернуть назад Это наше лето, лето, все теплом согрето-грето И такой красивый закат Лето это солнце и пляж По волнам несет нас кураж Одеваем сланцы с тобой И хотим услышать прибой Лето, лето и солнца луч Лето, лето быстрее туч Мчимся мы к облакам И поем по утрам Летом даже звезды улыбаются Нам с тобой свысока Летом все мечты сбываются Лето шальная пора Лето это солнце и пляж По волнам несет нас кураж Одеваем сланцы с тобой И хотим услышать прибой Лето, лето и солнца луч Лето, лето быстрее туч Мчимся мы к облакам И поем по утрам Летом даже звезды улыбаются Нам с тобой свысока Летом все мечты сбываются Лето шальная пора Лето, любимая пора И последняя новость на сегодня Наша программа уходит на небольшие каникулы Мы встретимся с вами в июле Не скучайте Отдыхайте Веселитесь Не дайте самоизоляции Испортить ваши каникулы А я с вами прощаюсь Впереди вас ждут Афиша и инструктаж по погоде До встречи через месяц Пока! Команда 200 уходит на каникулы Чем заняться? К примеру, можно почитать книгу Я буду читать Простоквашину Дядя Федор, Пес и кот Мне очень нравится история С пневмополшебники Гарри Поттер Но вот и все Мне нравится пятая книга Гарри Поттер и Орден Феникс Также меня очень часто спрашивают Чем же мне нравится это произведение? Оно мне нравится тем Что в ней показаны очень крепкие друзья Трех друзей Гарри, Рона и Гермио Которые, несмотря ни на какие препятствия Остались лучшими друзьями И победили все зло Мне очень понравилась книга Бориса Васильева О Зоре здесь тихи Эта книга рассказывается О пяти девушках-зенитчиц Которые погибли ради своей родины Волшебник изумрудного города Мне очень понравилась тема Что Элли унес ураган И она попала в изумрудный город И как она разговаривала гемгему И еще когда она нашла волшебные туфельки И я советую вам ее прочитать Моя любимая книга «55 км надежды» Главный герой – 12-летний мальчик Который он получает сучиться Когда он садится делать уроки с мамой В конце плачет она Если с папой, то плачет он И он обращается к дедушке Так как он хочет поступить в академию В которой он сможет осуществить свою мечту Дедушка дает мне сказки Что будет дальше, узнаете, если вы читаете книгу Я хочу вам рассказать О интересной книге Алиса в стране чудес В книге девочка Алиса Путешествует по волшебной стране Мне понравилась эта книга тем Что автор предал, что детской фантазии Нет границ Пусть дожди вас не смешает Это лето обещает быть теплым Даже жарным В Яновске оно наступит Буквально через неделю Так что пора доставать легкие вещи Солнцезащитные средства И, конечно же, головной убор Куда мы без них в жару? Зонтики тоже не следует убирать далеко Ведь синоптики говорят, что летнее зное Будет нарушать грозы и даже ураганы В эти дни будьте особенно осторожны А с вами был ваш инструктор по погоде Артем Илюз Желаю вам хорошо провести это лето